Друзья, давайте вот без политики, да, вот вы правильно говорите, не будем о политике. Давайте вспомним, это что, первое вообще решение Конституционного Суда в нашей стране? Ну, конечно, нет, да? То есть было же много решений. Какой механизм, ну, реакции на такие решения? Это вот как Александр правильно говорит, меняется законодательство, вносятся поправки, в соответствии с Конституцией нет проблем. Вот если бы таким путем события развивались вот в последние дни именно таким нормальным путем, ну, не было бы этого конфликта. Но президента, это мое глубокое убеждение, его несколько раз подставили. Ну, прежде всего подставили вы, Артур, извините, ваша политическая сила, когда вы эти законы приняли, зная, что они не соответствуют Конституции. Я хорошо помню, когда дискуссия на различных каналах была в ходе принятия этих законов, и все, как один эксперт, и говорили, принимаются законы с нарушением Конституции. До этого времени Конституционный Суд не принимал решения. Сегодня он это принял, и это первая подстава, которая произошла несколько лет назад. Теперь вторая подстава. Реакция президента должна была быть абсолютно адекватная, цивилизованным путем, дискуссии с Конституционным Судом, с парламентом, и принятое найденное решение. Но получилось, что он начал говорить о незаконности решения Конституционного Суда. Конституция вообще запрещает на эту тему комментарии давать, потому что это решение обязано для исполнения всех, в том числе и президента Украины. И третья подстава, на которую попался Владимир Александрович, это то, что он предлагает сейчас законопроект, который, опять же, нарушает Конституцию Украины. А президент Украины – это лицо, которое должно хранить Конституцию. Нравится ему что-то или не нравится, но он должен на страже стоять. Вариант один. Вот правильно коллеги говорят, я вот двумя руками за то, что они говорят. Нужно сесть всем участникам процесса, включая политические партии, оппозиционные тоже, и договориться, как выйти с этой ситуацией. Потому что цель борьбы с коррупцией – это вызов от общества к власти. И власть обязательно должна эффективно над этим работать, но в конституционный способ.